всем привет собрались очередные интересные и некоторые интригующие новости события и заявления поговорим о интересных ситуациях в германии и в мире так что подписывайтесь на канал кнопка подписаться внизу под этим видео поделитесь этим роликом в ваших соцсетях и давайте к делу и так в германии есть новые результаты опросов и новые рейтинги где согласно новому тренду исследование общественного мнения института инса рейтинг новой партии сары вагангнехт упал до минимума за три с половиной месяца союз сары вагангнехт получил на этот раз всего 8 процентов голосов и как подчеркивает бильд за неделю его рейтинг упал сразу на два процентных пункта опустившись до минимума с 23 июня при этом на недавних выборах в лантаге бранденбурга саксонии и тюрингии новая партия сары вагангнехт показала двузначный результат и имеет шансы войти в земельное правительство а вот сильнейшей оппозиционной силой германии остается консервативный блок кдс ксс который имеет 31 с половиной процент голосов на втором месте все также находится партия альтернатива для германии которая набирает 20 процентов голосов и которые на этот раз имеет на один процент больше по сравнению с прошлой недели при этом и партия канцлера германии олафа шольца сдпг тоже получила на один процент больше голосов чем на прошлой неделе и имеет на этот раз 16 процентов а вот партия зеленых роберта хаббека и она лены бербак на этот раз имеет на пол процента меньше то есть десять с половиной процентов зато партия министра финансов кристиана линдера с вдп остается на уровне прошлой недели с четырьмя процентами голосов ну и левые тоже без изменений имеют свои мизерные два с половиной процента в общем рейтинг партии сары ваганхнех наглядно снизился а вот причины этого почему-то не сообщаются кстати есть интересный момент касательно социал-демократической партии германии представителем которой является канцлер олаф шольц как сообщает биль генеральный секретарь социал-демократической партии кевин кюнер неожиданно объявил от отставки и остановки политической карьеры как подчеркивает издание в распоряжении биль попало его письмо на две страницы в адрес дорогих товарищей по партии кюнер назвал причиной отставки проблемы со здоровьем и заявил что сложит и мандат депутата бундестага то есть полностью уйдет из политики а по информации издания он страдает психическим заболеванием и в последнее время кюнер стал замечать что ему становится все хуже и хуже в общем еще одно руководство правящей партии уходит в отставку при том что совсем недавно руководство партии зеленых тоже ушло в отставку но идем дальше как сообщает также шпигель правительство германии скорректировала экономический прогноз на текущий год и теперь ожидают продолжение рецессии при этом министр экономики германии роберт хабек от партии зеленых первоначально ожидал небольшого увеличения валового внутреннего продукта но теперь ожидается очередное снижение и обрадовать немцев зеленый политик таким успехом и представить новый прогноз собирается в среду берлине кстати касательно зеленых министр иностранных дел германии аналена бербак из партии зеленых как информирует тагас шау бербак не против чтобы украина наносила удары вглубь территории российской федерации оружием предоставленным из немецких запасов в целях самообороны бербак отметила что не хотела бы публично обсуждать насколько глубоко по российской территории имела бы возможность бить украина но подчеркнула что украина не обязана наносить ответный удар только тогда когда ее собственную территорию уже атакуют по словам бербак право украины на самооборону не означает что ракета должна сначала пересечь границу или попасть по такому городу как харьков прежде чем день будет разрешено защищаться даже лучшая противовоздушная оборона не всегда может это предотвратить также бербак подчеркнула что для предотвращения будущих атак необходимы превентивные меры и предостерегла от определения конкретных расстояний таких как 10 40 или 200 километров поскольку российские военные могут извлечь из этого публичного объявления выгоду также аналена бербак заверила израиль и евреи в германию полной поддержки глава мид германии рассказала что и стыдно за то что еврейские мужчины боятся в германии выходить из дома в кипе а дети говорить в метро на иврите за ликование на немецких улицах из-за запуска ираном ракет по израилю по словам бербак израиль имеет право на самооборону как против насилия со стороны хамас так и против ракетного террора ирана и поддерживаемого им ливанского движения хезбалла в общем аналена бербак пообещала что германия будет противостоять этому по всей строгости закона но идем дальше новые беспорядки берлинском районе но и кольн вспыхнули массовые беспорядки после пропалестинской демонстрации после того как понедельник вечером на пропалестинской демонстрации в берлине бросали бутылки у полицейских и производили аресты ночью столице также вспыхнули беспорядки согласно заявлению полиции около 50 человек построили баррикады и подожгли шины в но и кольня 4 человека были предварительно арестованы во время беспорядков ту ночь само собой показать открыто то что в этом видео тут я не могу но это видео есть именно на самом сайте издания и идем дальше польша бьет тревогу глава польского министерства иностранных дел радослав сикорский обратился к польским гражданам с призывом немедленно покинуть иран если кто-то еще не прислушался к консульским предупреждениям мид я призываю пожалуйста немедленно покиньте иран заявил сикорский глава польского мида напоминает что ближний восток является опасным но при этом сикорский подчеркнул что у нас есть планы на случай чрезвычайных ситуаций также связаны с гуманитарной помощью но это не тот момент чтобы оставаться в регионе в общем сикорский открыто дал понять что уже все готово план имеется и ситуация на ближнем востоке двигается не в сторону мира при том что в самом израиле уже предложили переименовать конфликт войну возрождения такое предложение поступило от премьер-министра беньями на нетаньяху нетаньяху выдвинул это предложение на специальном заседании кабинета министров посвященном первой годовщине начала войны 7 октября 2023 года при этом нетаньяху заявил что мы закончим войну только тогда когда достигнем всех поставленных целей а именно свергнем правление хамас вернем домой всех наших похищенных как мертвых так и живых предотвратим любую будущую угрозу израилю со стороны газы и безопасно вернем наших жителей на юге и севере в их дома эта война нашего существования мы меняем реальность безопасности в нашем регионе вот такие новости на данный час давайте теперь обсудим все эти события и новости в комментариях под видео уверен что вам есть что сказать подписывайтесь на канал кнопка подписаться внизу под этим видео спасибо всем за просмотр и за внимание берегите себя до новых встреч пока пока